Для того, чтобы вырастить спортсмена-чемпиона, нужно многое. Но на первом месте всегда был и остается человек. Самые лучшие физические данные без грамотного руководства так и не будут реализованы в золото медалей. На занятиях хорошим тренерам выстраиваются очереди, и отбор в их секции проходит очень жесткий. А вот славянский клуб «Авангард» поступил умнее. Чтобы все его посетители и другие спортсмены района смогли получить консультацию многократного чемпиона и обладателя Кубка России по тяжелой атлетике, они пригласили его в гости. Встретиться с человеком-легендой Михаилом Кокляевым, тяжелоатлетом, свое восхищение которым Арнольд Шварценеггер выразил, написав в твиттере Дмитрию Медведеву, пригласили и нас. Тренировочный день в «Авангарде» шел своим чередом. Ничто не предвещало, что уже через несколько минут сам Михаил Кокляев, многократный чемпион России по тяжелой атлетике, человек-легенда войдет в этот тренажерный зал. Чтобы на несколько часов стать личным тренером каждого, кто этого пожелает. Я сам фанат силового спорта. У нас в нашем зале тренируется команда по пауэрлифтингу, которая успешно выступает, выезжает на соревнования, Европа, Россия и на мир ездили. Для чего это делаем? Для того, чтобы людям было интересно приходить сюда, они могли получать новые знания, общаться со звездами. Это не первая звезда, которая приезжает на скуп, и 100% не последняя. Мы будем всегда приглашать, делать так, чтобы людям было здесь комфортно, удобно, и чтобы им главное нравилось. Именитый спортсмен в качестве общего приветствия провел небольшую беседу. О чем говорил? Немного о себе, о последнем достижении, которое состоялось 16 мая в Астрахани, где Кокляев на 2 метра 20 сантиметров отбуксировал плавучий кран грузоподъёмностью 6,5 тонн. О планах проекта под названием «Заруба. Кокляев против всех», который проводит Михаил. Сейчас он серьёзно готовится выяснить, кто сильнее, с молодым оппонентом, пауэрлифтером Юрием Белкиным. Кокляев объяснил, что в тяжёлой атлетике с определением сильнейшего всё очень сложно. Бывает, сравнивают спортсменов, которые выполняют упражнения разными техниками. А это, считает Михаил, не совсем правильно. Потому свой абсолютный рекорд России – 417,5 килограммов – он считает непревзойдённым. Но монолог спортсмена плавно перетёк в диалог. Славянским любителям спорта потяжелее было интересно знать всё – от техник выполнения упражнений до особенностей питания. Но, конечно же, все ждали кульминации встречи, её практической части. Явно более раскованно и уверенно все начали себя чувствовать, как только из лекционного зала переместились поближе к штангам и гантелям. Сам Михаил железо в руки брать не стал, сославшись на то, что уже через несколько дней ему предстоят тяжёлые выступления. Зато он опытным глазом профессионала оценил технику становой тяги спортсменов «Авангарда». Одним дал ценные указания, а других похвалил. Ты же знал, что ты профессор. Те, кто считает, что тяжёлая атлетика – спорт исключительно мужской, никогда не видели, как завораживающе смотрится миниатюрная женщина со штангой, превышающей в два раза её вес. «Авангард» вообще лучший клуб в нашем городе. Это не похвала. Это, в принципе, на сегодняшний день так оно и есть. Конечно, такие мероприятия устраивать – это очень здорово. Здорово, во-первых, для нас, как для действующих спортсменов, потому что такие опытные люди, как Михаил, их не встретишь на улице. А для нас очень важно получить ценную информацию, для нас важно получить ценный опыт. После проведения мастер-класса Михаил Кокляев согласился пообщаться с нашей съёмочной группой. Он отметил, что Славянск поразил его порядком и чистотой, которые можно наблюдать и в клубе «Авангард». Сам он вырос как спортсмен не в таких комфортных условиях, потому считает, что славянским любителям пауэрлифтинга, да и в целом спорта, повезло иметь такой зал. Дал он оценку и ребятам, которые участвовали в проведении мастер-класса. Вот парень сегодня молодой, который сегодня 200 килограммов поднял, а лучше у него был 210, видно, что немножко подустал, но он всё-таки это сделал, и у него такие были интересные вопросы о подготовке, о системе подготовки пауэрлифтинга, поэтому можно уже сегодня сказать, что вот этот парень уже профессионал. Профессионал-то не тот, который зарабатывает деньги за то, что делает, профессионал-то тот, кто относится профессионально к тому, чем он занимается. Отдавать ребёнка в тяжёлую атлетику, как Ляев, ссылаясь на педпрактику, рекомендует не раньше 16 лет, когда у мальчиков полностью формируется сердце. Я пришёл в 13, в 16 я уже был мастером спорта по тяжёлой атлетике, но это, наверное, был мой феномен, скорее всего. И феномен был не физических данных каких-то. Была нескончаемая пахота в зале. Методом пропа, ошибок, травмы, падения, взлёты. То есть, всё, что присуще спорту, неудачи-удачи, всё это прошёл и благодарен тренерскому составу, который со мной работал и всем людям, которые на тот момент со мной рядом были. Сегодня наставничеством занимается уже он сам, причём делает это в разных уколках страны без права на передышку. А о родном доме этому большому и сильному мужчине всегда напоминает татуировка на руке, сделанная по эскизу детского рисунка дочери. Поделившись с посетителями «Авангарда» методиками, зарядив положительной энергией и подарив возможность получить автограф и сделать фото с чемпионом, Михаил Кокляев отправился в дальнейшее турне. А руководство «Авангарда» уже сейчас решает, какую следующую встречу организовать для своих спортсменов.